Всем привет! Предлагаю начать просмотр видео с подписки на канал. Мы стараемся снимать и монтировать интересные видео. Поддержите нас! Вчера закончился газ. Сейчас мы увидели на противоположной стороне машину, а Сережка пошел ее встречать. Не надо никуда ехать, очень удобно. Довольный Сережка возвращается. С баллоном на автобусе ехать нельзя. И если бы мы пропустили машину, нам бы пришлось ехать в сторону Ильхида, даже не ехать, а идти пешком. Поскольку на автобусе ехать нельзя. Так что Сережка... Чистенький, красивенький, нержавенький. В прошлом был лучше. Да? Пешком до Ильхида сколько? Километров 8, наверное. Тут же не до Ильхида, а только до заправки первые нужно. Не знаю, не знаю. На заправках другие баллоны. Объем такой же, но корпус другой. Ммм. Да, а как мы же раньше где меняли баллоны? Мы... Первый баллон, ну и как бы контракт. Это вообще штука, датируемая государством. И если у вас есть прописка, допустим, если вы стоите в Марине, можете сделать прописку и по этой прописке купить такой вот баллон и потом его менять. Ну, в моем случае, здесь же все местечково, в моем случае достаточно было просто загранпаспорта. Так говорят по прописке. Вот мы довольны, теперь можно опять кашеварить, делать пиццы и ни в чем себе не отказывать. Тут птичка с пораненным крылом. И эту птичку хотят отнести в ветеринарную клинику, чтобы ее там выходили. Мальчишки помогают делать домик для птички. Пересаживаем ее в домик. Который раз апгрейдим туалет. У нас электрический туалет, соответственно, в него должна подходить соленая вода, а уходить грязная вода. Соленая вода забирается из-под лодки. То есть, снизу, ниже уровня воды, естественно. Туалет находится тоже ниже уровня воды. А это значит, что туалет будет набираться водой. Если не поставить никаких клапанов. Как у нас было раньше. Ну, да. И как же тут быть-то? Так вот, что я сделал сначала? Я сначала взял и вентиляционную петлю поставил. Так как в этой трубке разрежение, то вентиляционная петля, соответственно, давала туда воздух. В туалет. Подачу воды. Ну, это плохо. Потому что смывало намного хуже. Потому что с воздухом есть. Я взял вентиляционные петли, сделал отверстие поменьше, которое сверху вентилирует как раз вот этот перегиб. И, ну, стал эффект намного меньше. Точно так же туда воздух попадал. Но в меньших количествах. Потом мы попробовали запустить соленый водопровод. Потому что он через тот же СИКОП питается. И вообще он не заработал, потому как поток жидкости там намного меньше. И разрежения не получается. Всё. Воздух попадает в вентиляционную петлю. И вода, соответственно, не идёт на всасывание. Вентиляционная петля получается неудобный способ. Потому как в любом случае воздух попадает внутрь трубы при возникновении разрежения. В ней. Ну, а без неё нельзя, потому как при крене будет попадать вода в унитаз и можно утонуть немножко. И что я придумал? У меня был клапан водяной, электрический, который нормально закрыт. А когда поддаётся напряжение, там соленоид срабатывает и его открывает. Вот эту-то штуку я и поставил чисто на туалет. Когда на туалете кнопочку нажимаешь, первое, что делает кнопочка, она замыкает контакты, идущие на двигатель. Второе, что она делает, она замыкает контакты, идущие на соленоид. Таким образом открывается проток воды и можно пользоваться. Но петлю вентиляционную я просто сверху заглушил пластилином, но не убрал её. На случай у нас есть ещё ручной туалет и вот такой с насосом. В случае, если этот сломается, нам не будет возможности купить другой, то мы его быстренько перекинем. вентиляционная петля обеспечит возможность изолировать, ну, то есть, чтобы не наполнялся нелец. Достаточно будет только пластилина с неё сверху отлепить. Это маленькая-маленькая точка. Вот. Всё работает. Молодец. Неоспоримый плюс такого решения это, во-первых, ценник. ценник на клапан был что-то в районе 5 евро вроде вместе с доставкой. Но он сделан из оцинкованных. Там есть пластиковая часть, через которую вода идёт и оцинкованная часть это та, которая держит соленоид, корпус соленоида. Вот, чтобы он там весь ржавчинный не порос и контакты, чтобы были тоже в нормальном состоянии. Контакты на контактную смазку посадил клеммы. А потом взял пакетик, измазал весь этот соленоид сикой герметиком и пакетом обмотал. Получилось так, что оттуда контакты торчат, а всё остальное внутри герметика сикофлекса. сикофлекса. Хитро. А ещё какой самый неоспоримый плюс? А, да, ещё один плюс. Ещё один плюс заключается в том, что нет разницы, какой у тебя крем, вода в туалет поступать не будет ни на каком крене. потому что просто закрыто. Класс! Не нужно закрывать сикок. Круто. Серёжка тут что-то с цепью собрался делать. А вы, Егор, подавай цепь аккуратно, так, чтобы не царапать спалу. Вот здесь надо будет расположить пластиковые досочки, которые будут направлять цепь по вот этому ролику. Потому что сейчас цепь при... Если её выбирать, она попадает вот в эту щель. Или в эту щель. В зависимости от того, куда. Здесь есть четыре оси. Раз, два, три, четыре. Я купил болтики побольше размером и планирую использовать их для того, чтобы сжимать две вот эти дополнительные пластиковые доски. Пластиковые доски из китайского магазина. Сантиметровой толщины где-то. Главное ничего не утопить. Ну да, желательно. Досочка будет выступать вот сюда вот так вот. Тем самым цепь когда будет заходить, она вот именно в таком положении заходит. Вот в таком. То есть эта качалка, когда цепь натянута, она стоит вот так вот. Да, вот так вот. И получается, если дальше будет продолжение вот этой сюда, вот этой грани, вот до сюда, наверное, то этого будет достаточно для того, чтобы направлять цепь по ролику. Посмотрим, потестируем. Это, конечно, будет очень круто, удобно и, главное, безопасно. Потому что, если цепь на волне начинает закусывать, то потом цепь нужно оттуда вытащить, а волна же шагачает и может защемить палец. А то и два. А то и всю руку. Так что это безопасность наша. Моя. Или Сережкина. На волне обычно цепь убирает он, а я в спокойную погоду. Не бывает нерешаемых задач. Здесь под шестигранник болт, то есть внутренний шестигранник. И он там закис, потому что здесь все солью поливает. Видимо, резьба не была никак герметизирована. И щелевая коррозия начала разрушать и клинить эту резьбу. Ты шапку задумно переразил. Да пофиг. Ну, то есть болт, короче, закис. Нержавеющий. Я, естественно, свернул внутренний шестигранник, потому что это не ржавейка, она мягкая. Вот. И думаю, а что же дальше делать-то? Потому что вот этот ролик находится на втулке, у которой резьба внутри. И двумя болтами на 8 он соединяется. как же мне его отвернуть? Ну, я взял, думаю, начну-ка я с этих. Взял и эти отвернул. Отвернулись. То есть вот эти болты. А этот все, там, слизанный шестигранник никак не отворачивается. Взял, просверлил, ну, так как там конусная головка, просверлил на этой конусной головке отверстие маленькое. Тройкой сверлом. и получается у меня точка опоры для проворачивания. Ну, я думаю, ударная нагрузка точно разобьет ту ржавчину, которая в резьбе оказалась. Взял, у меня тут есть такая поломанная очень твердая бошевская головка. Не головка, как это хрень называется? Бита, во, бита. Потому что китайский набор там вообще они такое чувство, что из пластилина сделаны. потому что об нержавейку они смялись, битой смялись. Да. вот, и пришлось взять бошевскую. И бошевский несколько ударов и винт пошел. Все. В умный, в умный. Кто я? как водка. ну да, конечно, очень. Да, последние ремонты у нас не задокументированы, поскольку Сережа это делает, когда мы с мальчишками гуляем. Когда мне удобно. Да, поэтому, а сам он снимать, конечно, не хочет ничего. Максимум рассказать, как это было. И то, приходится уговаривать. А вот болт. То есть, я просверлил отверстие, а сейчас я его выверну, посмотрим. Главное не утопить. Да, здесь все над пропастью. Вот разбитый шестигранник, а это отверстие, по которому я стучал. И он провернулся немножко. Ну, все в ржавчине. Потому что резьбы и все точки контакта нержавейки к чему-либо, ну, или к самой нержавейке, нужно чем-то уплотнять смазкой, либо локтайтом. Главное, чтобы туда не попадала влага, а тем более уж соль. Так. Ой, все нормально. Но туда не упадет все. Упадет, если лохануться. Может, придерживать? А, вон оно что. Еще не факт. Да не, пошло. Вот, большой болт, проходящий через все это дело. Обратно соберу уже, конечно, на локтайте, чтобы никаких проблем в будущем не было. На смазке собирать нельзя, иначе раскрутиться может. Потому что здесь большие нагрузки законтрить никак. А, да подожди, я же это все буду собирать на других болтах. А, ну да, все равно. Да. первое, не утопить вот эту гайку самодемную. Мне, может быть, держать что-то? Нет, я не очень-то тебе доверяю. в конце концов на себя ругаться намного проще, чем на тебя. С тебя взятки и гладки. Скажешь, ой, я случайно. И все. А ты вот эту саму штуку-то держи. Деканаж держится пока на щечках и на болте. Ну, и проще найти большую деталь, чем маленькую. А, какая здесь еще? это жопа. Трубка внутри трубки, еще трубка, трубка, трубка. Не, конечно, сюда просто тузик подогнать, поставить. Наверное, это будет правильное решение. Бетонно. Ну, что ты ничего не утопишь. Тогда сейчас обратно прикидь. Шлюпки на воду? Мальчишки пошли помогать папе. Будет сейчас пускать тузик. Э, нет, там есть веревочки, которые надо сначала отвязать. Никита в своих лучших трусах еще из Петербурга. Сможете их отвязать? Да. Да. Смогу. Ты что, смотри, плавно отпускать. Аккуратно. Вот, Никита правильно опускает. А ну, за чеку. Давай, не смотри. Я нормально опускаю, мне все нормально. да. Там двойной полиспаст. Лучше вместе действовать. Лучше расскажи, как трогать. Становитесь прямо под носом лодки. Задача дырка. Понял двумя руками. Никита помогает. Ему на голову ничего не свалится. Если он будет держать, то не свалится. Тихо. Замри. Замер. Так, а можешь не дергать? Ровно держать. Главное обратно все в такой же последовательности собирать все. Отпускай. Отпустим? Я отпустим. Не разберется пока я тут не сняю. Почему? Я могу подняться? Вот эти все детали из этого механизма для подъема якоря. Сережка все наполирует. Это не все детали. еще две самые главные большие. А ты уже выпилил? Не, я сначала полирую, чтобы в грязнике не возить. Потом уже примерять будешь, Да, потом спать. сегодня сегодня на улице ветер, Сережка решил работать в кокпите, чтобы там не сдуло ничего. Тут шумит и мешает нам учиться. пока это выглядит вот так вот. Цепя обычно проходит вот здесь вот идет вниз. И она вот если перегибается за этот край, то ее закусывает между вот этой штукой и другой штукой. А теперь она не сможет перекинуться, потому что теперь тут будет высоко. И мы думаем, благодаря этому у нас исчезнет проблема по закусыванию цепи, когда мы поднимаем якорь. Короче, закусывать надо. Такой ветер, ребята пытаются зайти. Держи, как раз у нас чего растет? Где-то у нас заберутся. не не нет. Тут не 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 даже не дожди, не не сегодня у нас день стирки набили целую большую машинку тут у нас несколько машин на разный размер 15 килограмм 7 евро 10 килограмм 5 евро и 7 килограмм 4 евро а также две сушильные машины они мне кажется одинаковые по объему но цена почему-то три и четыре евро оплачивать можно карточкой можно наличными монетками монеток у меня мало в этот раз поэтому буду сейчас денежку разменивать запихиваем бумажку нажимаем номер нашей машинки это у нас молнии для чего а вот у нас здесь зубья у молнии начали выпадать все разваливается от солнца гидрадирует купили новые чувствую скоро папа будет шить да у него еще окошко с прошлого до заход осталось ленюсь надо тут пошить много чего вручную между прочим никакой не там пижонской машинкой вот этими самыми ручками ну ладно и еще купил болтики или винтики болтовинтики но их показывать не будем они у нас еще 8 до для новой сборки якоря якорного этого якорного я там где поднимается цепь чтобы не закусывала цепь короче якорных роликов сегодня наконец-то хорошая погода за последние несколько дней нет дождя идем гулять сегодня ранний подъем и пробеж нет прогулка бегать я еще все не могу мне нога так и болит так что пойдем гулять обрабатывают комаров видимо катамараны идут близко от берега что весьма странно потому что там мели даже видно как там волна разгоняется небольшой перерывчик по работе сережка собрал нашу обновку интересно будет работать или нет ты как думаешь здесь будет цепь проходить есть две щечки которые сюда увеличены высоте которые будут направлять здесь еще можно срезать фасочку так чтобы цепь проходила более плавно а якорь сюда блин влезает он получается она перетяная ну будем пробовать прикручивать будешь вечером наверное уже сегодня отличный теплый денечек днем на улице 19 значительно теплее чем лодки но сегодня мы уже не включали печку как предыдущие дни когда мы весь день были с рабочей печкой в тепле и комфорте так конечно же лучше и теперь очень рассчитываем с каждым днем все будет теплее и теплее после учебы пошли гулять горы в снегу мы пришли к друзьям катамарат ждали их на площадке они на площадке как мы разминулись непонятно ой горки урок автомобильного дизайна занимается парень сережка готовится к установочке тузик прогонять не хочет я если что будет нырять 3 метра они кивна дефилирует показ мод трусов сезон лето 22 как же быть без маски в таком деле только со смазкой сейчас буду мазать что на смазки то смазки или что ты будешь мазать я буду мазать ролики еще не такие сложные вопросы сережка принес еще локтайт правильно я говорю где-то смазка где-то локтайт все по науке ключевой момент намазать намазка так что мы не живем вся эта смазка на основном для того чтобы предотвратить щелевую коррозию а локтайт это замена смазки там где нужно чтобы держалась хорошо велосипедисты катаются выкатаются хорошая черти отлично сегодня все а железку не зря я пришла помогать тебе не зря я тут сижу сейчас а еще один ролик еще нет вот там-то зря мазюки помазанные и так сойдет ой скоро у нас тут новые приключения на бальярских островах уже до боли знакомые бухты на свою жопу которые стали нам как родные там поштармовать тут поштармовать но у сережи столько отпуска столько отпуска и теперь все нужно закрутить и установить и все делов там ну да просто оно не влезет всякое бывает красота липота ну да Тузенька Егорка и Никитка спешат на помощь Егор вот так можно обыскать стой 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 Держи Аааа хитро Я ж не хочу в ответ я опускаю да опускай опускай быстрее 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 тамбе в тамбе ой че он так тибет Смотри ой че он так тибет меня как ты втуда не входишь сегодня многие открывали паруса просушивали их отличный теплый денек орел в гнезде операция движется успешно тем временем помогает папе теперь его подгоняет тузик нужно раздвинуть лодки а никита тем временем развлекается у его роман мастерски получается уже такой взрослый помощник но действенно папа принимай вот надо чтобы середина тузика была вот под этим местом только не трогай здесь руками вот в этом месте ничего руками не трогай здесь смазки вот вот так вот вот все будешь мне помогать придерживать не надо швартовки запись не идет я показала целую коробочку вот этих вот деталек и нужно всех их тут правильно расположить не забыв ни одной лишней сколько надо сережка подготавливает тут посадочное место все таки как какой у нас классный бушприт бау я правильно сказал я молодец я молодец папа сейчас тут все подготавливает наверное пока я не подготовлю ты сейчас будешь подстраховывать чтобы у нас ничего не упало в воду нет потому что придерживать надо если одна полицейская машина человек так много может они всегда когда у них что-то случается ну то есть у них подозрение либо что-то нет всегда организуется пары у них и так в каждой машине по два человека поверь все внимание одну деталь прострем ничего не соберем придет страти бешеные бабки на все кремнилку нержавейку ну подставил я подставал что вы подвески сюда я вот тут не убью буль и все самый ответственный момент так гаечку тебе и как раз вернуть егор вот представь гайка падает сейчас куда она упадет скорее всего на тебя упадет отскочит и в воду плюхнется пожалуйста что вот это место было под вот это место должно быть под всем под этой фигней до последние детальки почему она помещается нужно корректная последовательность сходи за ключиком сейчас нужно будет закрутить и кусочек отпилить покажи пальчиком где нужно будет пилить вот здесь небольшой пилинуть то алюминий алюминий это когда смысле тут алюминий да она же века вот через нержавейка через пластиковые проставки сведения здесь пластиковые шайбы подо всем он не контактирует с нержавейкой здесь он резина так для меня это прямо открытие теперь можно под затянуть теперь сережка будет отпиливать лишнее отойду вот такой вот кусочек сережка отпиливать а зачем ты мусоришь и наводим красоту последние детали нужно переставить ролик потому что не пролезает я поехала авто переставили ролик теперь она будет нормально ходить по идее подстраховывают чтобы у нас ничего не утонуло куда нужно еще в этот версии если эти все стоят видимо придется все все разбирать или его один болт не ставит нет надо ставить все нет сереже надо ставить все дружище ну давай еще раз пробуем хочешь мой фокад вот эту оську вынуть позволить мы все-таки ухитрились поставить все винтики болтики теперь у нас будет все надежно такого мы большие молодцы тем временем уже закат сережка подтягивает основные болтики винтики и все готово